Хороший вопрос. Действительно, когда люди ознакомливаются с техниками, которые мы делаем, люди задают вопрос и сомнения. У каждого есть, шарлатаны это или нет, и это нормально. В свое время я тоже скептически очень относился к гипнозу, к слиперству. На самом деле, многие люди из моего окружения тоже считают так. Но есть два выбора у человека, два позиции. Первое – это не может быть просто потому, что этого не может быть. Второе – я хочу разобраться в этом. Я разберусь и тогда уже решу, это шарлатанство или нет. Я пошел по второму пути, потому что для меня всегда, как человека науки на самом деле, вера являлась первичной. Любое научное открытие делается на вере, потому что, когда мы делаем научное открытие, там нет уже готовых теорем, там нет готовых каких-то аксиом, нет какой-то научной базы. Всегда первый шаг делается на вере. Поэтому, если мы закрываем себе путь, говорим, все, этого не может быть просто потому, что не может быть, конечно, никуда мы и дальше не продвинемся. Также, во-первых, гипноз, как я уже говорил, используется больше пяти тысяч лет. Это вполне научное направление. Более того, мы имеем определенную лицензированную государственную программу, мы выдаем сертификаты государственного образца по направлению гипнотерапии, гипноанализ, избавления страхов, и фобий. И также вы можете посмотреть на наши отзывы. Можно говорить тысячи раз шарлатанство или нет, но просто посмотрите эти десятки, сотни часов выпускных, когда все люди, как один, говорят, что вау, это действительно очень изменило мою жизнь, это действительно поменяло мою жизнь на до и после. И посмотрите отзывы о сеансах. Я зачастую, поначалу, например, я очень скептически относился к интерференсам. Я думал, ну какие там сущности, да, это все там из стиля РЕН-ТВ, там какие-то такие несерьезные вещи, да. Но когда я начал этим заниматься, когда я вижу, что после диагностики чистки человек, мой родственник, да, который себя чувствовал все плохо, да, у него были проблемы со здоровьем, он действительно говорит, вау, я себя классно чувствую. Это не только мои родственники, это, получается, друзья, друзья, друзей, потом уже начались клиенты, там заказчики, и также это получается у моих выпускников. Я вижу просто статистически, да, по результатам, что да, это работает, это действительно метод, и тут уже просто его надо изучать. Более того, в последнее время я очень рад, что мы начали получать доказательства на физических приборах. Есть так называемый прибор газоразрядная визуализация, криллионография, это еще по-другому называется, который измеряет биотоки человека, то есть до и после. Он не знает, провели ему чистку, не провели ему чистку, и в том числе вот наши выпускники, мы делали исследования, то есть статистически их именно проверяли, и мы видим, что действительно имеется явное различие, то есть в балансировке энергоцентров, да, это вот чакры, в плотности биополя, то есть биотоков, да, которые идут в организме, до и после сеанса. То есть это уже подтверждается, я рад, что мы можем уже не говорить, вот поверьте, люди, то есть это действительно работает, мы можем это действительно проверить уже научно. Поэтому границы веры и науки, они все время расширяются. Сначала вперед идет вера, и потом это через какое-то время становится наукой. Среди наших выпускников очень много действительно людей, которые уже до этого практиковали различные направления эзотерики. Например, это йога, астрология, нумерология, различные ведические культуры и так далее. Действительно, это хорошо, то есть когда есть уже какая-то база у человека, когда у него уже проработаны так называемые энергоинформационные каналы, потому что в любом случае занимаясь своим духовным развитием человек прокачивает свои энергоинформационные каналы. И я не скажу, что гипноз и слиперство – это единственное правильное направление, отнюдь. Мы, более того, все время акцентируем момент, что душа приходит сюда на Землю и может выбрать путь развития, все они правильные, все они нужны, те пути, которые душа действительно выбрала для себя. Но гипноз и слиперство всегда может предоставить новые техники, новую глубину, действительно погрузиться на более глубокие уровни за счет того, что, ну просто в обычной жизни, если техника, которую раньше использовал человек, она не подразумевала глубокого погружения, он не мог просто отключить свой, по сути, мозг, да, то есть когда он, да, приходят ему какие-то откровения, но они все время перемешиваются с различными мыслями, фантазиями и зачастую очень тяжело отделить, что я себе придумывал от того, что действительно есть. В случае же с гипнозом этот вопрос решен. Почему? Потому что слипер не знает человека, да, поэтому идет просто чистая информация о другом человеке, то есть человек сам себе не должен фантазировать, ничего придумывать. Поэтому у нас были и кандидаты наук медицинских, психологических, у нас были даже академики, да, действительно люди, которые добились очень многих успехов в своих профессиях, да, это действительно меня очень радует, потому что приходит действительно осознанная аудитория, не просто, ну ни на чем не основанном, так скажем, как называется, магическое такое мышление, которое, в принципе, у нас тоже в школе есть, но оно основано на реальных инструментах, на реальных знаниях, на реальных результатах. Поэтому каждый из тех, кто приходит, если он может стать действительно в позиции ученика, действительно на время отложить то, что он уже знает и открыться чему-то новому, он действительно получает для себя очень мощный рывок. Онлайн-школа гипноза и слиперства Никиты Бурлакова – это место, где люди раскрывают в себе поистине уникальный мир экстраординарных способностей. Обучаясь уникальной методике, студенты школы постигают совместно целые миры на тонком плане и помогают людям разрешить их, казалось бы, невозможные жизненные ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok